Очень даже бодрый. Вот он SSD-накопитель NVMe-шный Patriot P300. Накопитель достаточно хороший по скорости, хотя и достаточно бюджетный, но при этом очень даже бодрый. Вот открылось сейчас его свойства. Видим, что температура здесь немножечко у нас указана некорректно. Сейчас по крайней мере здесь градусов 20 в комнате, он почему-то показывает 12. То есть занижена она. При этом в смарте у нас есть все полноценно. Чтение запись получается у нас есть, количество часов. В общем смарт здесь более-менее полноценный. Видно, что работает у меня на PCI 3.0, четыре линии получается. Вот по поводу значит смарта. Вот например у меня есть тут самсунговский, здесь у него только видим на запись указаны. Параметры указываются. Вот Kingston A400. Это вообще прям такой плохой SSD, скажем так. Здесь во-первых ничего нет, то есть неизвестно сколько вообще на него записалось, какой ресурс у него остаточный. И он очень тормозной, то есть он примерно по скорости, как флешка. То есть последняя ревизия этих SSD, там видимо QLC память, они очень тормозные. То есть стоит он примерно, ну то есть это 240 гигов, то есть стоит он примерно столько же, как вот этот вот, который я сейчас, ну про который я рассказываю про P300 получается. То есть у них примерно одинаковая стоимость. Хоть этот NVMe, но он там примерно рублей на 300 дороже, но он в разы будет быстрее по производительности. Особенно на запись. Вот, то есть этот накопитель всяко лучше, чем саташный, за эти же деньги. То есть саташный сейчас в 2021 году. Я вам не рекомендую покупать из-за того, что память там ставят сейчас самую отстойную. То есть и контроллер там не очень получается хорошие. Каналов доступа к памяти очень мало, потому что там память 3D NAND идет. Вот она на одном чипе может быть 120 гигов и 256 гигов уже может быть внутри одного корпуса. То есть соответственно там и сам чип, он тормозной из-за этого, и память тормозная к OLC, даже по отношению к TLC. Вот и опять-таки контроллер не очень производительный, потому что саташный SSD ставит там самый шлаг. Вот, это касаемо SSD, почему стоит выбирать NVMe Xpress SSD. Вот, если у вас материнка поддерживает BIOS эти SSD, вот, ну или у вас там порт занят или еще что-то, можно просто купить на том же Алиэкспресс-переходник с PCI-Express для таких накопителей. Ну, единственное, я рекомендую использовать PCI-Express выше чем, ну имеющий больше чем одну линию, хотя бы, ну там обычно 8 линий X8 либо X16 слоты на материнке. Да, то есть если у вас либо не используется видеокарта, один слот, то если у вас X16 на вашей материнке, при этом видеокарту вы не используете, то можно туда вот поставить через этот переходничочек вот этот SSD-шник, например, да, если у вас уже есть NVMe SSD и слот занят, либо просто материнская плата старая, там нет этих слотов. То есть, в принципе, можно проблему решить. Единственное, только если материнка старая и там NVMe вообще изначально не поддерживается, то, ну, скорее всего, не получится просто бутиться с него, то есть он не сможет быть загрузочным, там надо будет править BIOS. Ну, если есть это мод под BIOS, если мода нет, то, соответственно, ничего у вас не выйдет в 100%. То есть не получится у вас его сделать загрузочным, только использовать как второй накопитель, не системный. Ну, опять-таки, желательно хотя бы, чтобы ген 3 был, третьей ревизии, но, в принципе, и ген 2 хватит, если линии будет 4, то скорость будет вполне нормальная. Потому что все SSD-шники современные на NVMe SSD, они в основном на 4 линиях работают. На ген 2 тоже будет все достаточно красиво, намного интереснее, чем на SATA. Вот. Это вот момент установки. Я, кстати, тоже устанавливал, получается, через переходник, брал на Aliexpress за 300 рублей переходник. Переходник, по-моему, X8 у него там или X4, извиняюсь, у него разведено на нем, то есть, ну, соответственно, совместимо в любой можно PCI-экспрессный слот. Единственное, чтобы там было не меньше четырех линий воткнуться. Вот я воткнулся, получается, в X8 линию. То есть у меня там две X16 на плате разведено. Вот. Но одна полноценная, другая X8 получается по электрической разводке. Вот я туда воткнулся. Вот. Это касаемо самого SSD. Давайте сейчас прогоним тест. Здесь у меня он, буква Z у этого диска. Вот. Сейчас я файл побольше поставлю, потому что... Давайте 16, 32 LAN поставлю. 16, потому что у него все-таки буфер достаточно большой. Ну, именно на TLC буфер виртуальной памяти, скажем так. Вот. Как видим, занято у меня 100 гигов. Практически 50 процентов. То есть это, в принципе, сейчас реальные условия. Как там обзорщики тестируют, когда гиговый файл прогоняют. Гиговый файл это вообще ни о чем. Потому что он в любом случае уберется в буфер. Даже в дешевом SATA SSD есть TLC буфер. То есть виртуальная, скажем так, память. То есть пишется также в ту же TLC или QLC память. Но она работает программно в режиме SLC. То есть SLC кэш, так называемый. То есть поэтому там запись более быстро рассуществляется, как этот объем предусмотренный кончается. То есть максимально вот этот рабочий объем, который может выделяться SSD для работы в этом режиме, он заканчивает. Скорость сразу у нас падает. Вот на Kingston у меня здесь сейчас пока тестируется. Вот на Kingston у меня получается скорость проседает вплоть до 40 мегабайт. То есть на записи это вообще как бы очень печально. Даже старые SSD там 12-х годов такое себе не позволяли. Ну там правда MLC была память, но контроллеры были намного проще. Даже в EPC там нетбуках был какой-то дешевый SSD на 32 гигабайта. Наверное он примерно так вот работал. Даже может быть чуть быстрее. То есть это вообще прям позор. В 21 году Kingston делает такое дерьмо. Ну вот здесь получается Patriot. Я почему выбрал Patriot? Как бы ну это из недорогих. Это такое достаточно нормальное. Нормальный вариант. Там всякие еще есть SmartBuy, которым я вообще не доверяю. Они даже не указывают ресурс ни записи, ни скорость на сайте. То есть вообще информации минимум. Вот. Потом они там так как UEM-щики, UDM-щики, они получается могут лепить разные SSD под одной моделью. Могут быть разные ревизии платы. То есть там ничего не понятно как там чего нам будет работать. То есть читаешь один отзыв. Купишь этот SSD. Там будет другая партия. Все будет совсем по-другому. Так. Ну вот видим сейчас у нас на чтение файл большой. Видим полтора гига скорость. Вот это у нас получается линейное чтение. Большой блок. Вот это 4К блок. С очередью получается там 32 по-моему. Сейчас посмотрим. Просто не помню настройки. Это соответственно динарный блок. Ну здесь скорость не очень большая. Сейчас намерилась. Потому что достаточно большой объем все-таки файла. Вот. Результат, честно говоря, такой не очень хороший. Но и не прям плохой. Вот. Достаточно приемлемый для такого большого файла. Потом я более мелкий файл прогоню. Покажу еще как на нем будет. Вот. То есть как раз таки BASAR действия компьютера зависит от одиночного чтения 4К блока маленького. Потому что программы они в основном так и работают. То есть чем больше вот именно вот этот параметр. Не вот это не линейное чтение. А вот этот. Тем скоростнее получается SSD для работы. Вот. У нас многие покупатели этого, к сожалению, не понимают. Да. Ну вот видим здесь у нас рандом 4К. То есть очередь здесь одна. Ну один получается запрос. Здесь у нас 16 тредов. Получили 32. Вот. Ну здесь у нас блок 1 мегабайт одинарный. Тоже как вот здесь. Да. То есть и очередь одна. И тред один. Один поток. Получается одна нить. Здесь 8. Очередь 8. Поток тоже один. Ну вот. Такие параметры. Ну примерно на линейном чтении гигабайт значит выдает. Здесь 30 мегабайт на 4К блоке. Запись видим тоже достаточно на достойном уровне для TLC памяти. То есть это очень хороший результат на самом деле такого объема файла. Ну вот сейчас я, смотрите, поставлю файл. Ну 2 гига, 1 гиг я уж не буду ставить это. Вообще кэш там сейчас в принципе подочиститься должен был за это время, пока я тут вам рассказываю. Сейчас он запишет. Потом покажу еще реальное. Сейчас получается запись файлов. Перекину сейчас какой-нибудь файлик. Посмотрим. Так, ну вот идет запись. Но видим, да, скорость подросла, потому что файл меньше. Так, ну вот тестирование идет. Ну вот сейчас 30 мегабайт. Конечно было бы лучше, если было бы 40, то здесь было бы лучше для этих накопителей, для этого накопителя. Но как бы для типа этого, для NVMe. Ну как бы вот то, что есть. У SmartWire был там более скоростной накопитель на 4К блок, но я забоялся его покупать, потому что там неизвестно какой будет контроллер конкретной версии, который попадет конкретной ревизии платы. Ну и какая там память тоже стоит. Они обычно экономят на памяти. Здесь может быть хоть память будет получше здесь, потому что все равно был заявлен какой-то ресурс. Я сейчас уже не вспомню. Нужно будет посмотреть на сайте производителя. Потом я может быть добавлю еще эту информацию в обзор. Ну вот видим, да, уже здесь сейчас у нас кэш не переполнился. То есть кэша просто меньше, чем 32 гига там. Вот видим, сейчас у нас на запись намного бодрее результаты. Сейчас давайте я еще поставлю 16 гигов. Смотрим, хватит ли кэша на 16 гигов. Так, сейчас мы еще откроем диспетчер задач. Посмотрим, что у нас здесь с диском происходит. Вот он у нас. Так, ну сейчас на него все сбросилось, как мы видим. То есть сейчас ничего уже в принципе из оператива не сбрасывается, потому что может еще винда кэшировать в оперативу. Вот. То есть он сейчас в принципе, ну внутренне возможно, там сейчас кэш сбрасывается. В принципе не должен он там сбрасывается, а 2 гигов давно уже должен был сброситься даже в режиме TLC. С SLC виртуального в TLC он должен был за это время переброситься там за пару минут, потому что объем 2 гига это очень небольшой объем, а TLC всяко 100 мегабайт он тянет на этом контроллере. Реальная запись. Так, ну вот он пошел. Кстати, видим температура у нас уже скакнула до 50 градусов, то есть контроллер в принципе нагревается. Здесь Silicon Motion контроллер, достаточно он горячий с нует таким, да, у него репутация, у него еще плюс наклейка на нем наклеена получается на этом контроллере, то есть что также не способствует его охлаждению. Но в принципе зато контроллер довольно-таки изученный, ну хоть и старенький, там примерно 3-4 года ему, вот, но зато достаточно допиленная прошивка у него, поэтому я его и взял. И по производительности он такой крепкий среднячок, так скажем. Есть более производительный контроллер, но обычно уже нормальный SSD, если там всякие Smartbuy не брать, да, и прочие, которые непонятно кто производит, потому что они могут там заказывать на разных фабриках. То здесь понадежнее как бы эта связка выглядит, ну уже более дорогущие SSD примерно раза в полтора-два, у них там уже соответственно память нормальная, контроллер, но это уже не наш вариант, и смысл тоже за такие деньги покупать на 256 гигов уже SSD нет, надо брать там уже на терабайт хороший, если SSD, вот. Вот, у меня просто были бонусы, нужно было SSD, и я соответственно вот взял вот эту модель и в принципе не пожалел. Сейчас я еще вам покажу с Kingston сравнение. Посмотрим. И покажу перекидывание файла какого-нибудь большого с другого SSD, с того же Samsung, у меня хороший Samsung, есть еще китайский NVMe, вот, но там результаты послав же. Сейчас тоже вам покажу их. Так, ну вот здесь видим, что в 16 гигов тоже в принципе убралось, то есть кэш здесь всяко 16 гигов. Вот еще у меня китаец есть, он уже, смотрите сколько исписал, 7 терабайт живой, ничего ему нет. Вот. Здоровье только здесь пишет поменьше, остаточное. Ну вот сейчас давайте это китайцы крутнем еще. Так, вот диск D, у меня здесь места мало, давайте я 4 гига даже вам покажу, то есть там, потому что он кэша намного меньше. Он сейчас даже хуже будет здесь на 4 гигах, чем тот на 16 гигах. Ну понятно, что он больше забит, но он изначально тоже немножечко послабже. Ну вот здесь, в принципе, сейчас памяти вполне достаточно, чтобы показать, ну, результат примерно равный тому, что было бы на 40 процентов заполнения, вот, вместо 93. То есть здесь сейчас памяти достаточно для показания, скажем так, максимальной, ну, плюс-минус, там, 10-20 процентов возможности этого SSD. Ну вот видим тоже чтение линейное. С большой, ну, с очередью 8, вот оно, 1669. Здесь сразу же меньше 1000, ну, чуть-чуть меньше, тоже примерно так же. Тоже он работает в таком же режиме, этот накопитель. Вот сейчас я здесь скрою, тоже PCI 3, 0, x4. В принципе, можно 16 гигов, но там было бы тест поставить или 8, но там уже здесь будет в упор. Если 16 гигов по свободному месту, надо мне ее чистить. Сейчас ради интереса еще поставлю гиг. И 8 гигов просто, ну, мельчевая это показывает, просто для сравнения, то, что патриотовский SSD очень даже неплохой. То есть он по цене стоит, как те же китайцы на Алиэкспрессе, да, но намного надежнее, гарантия 3 года, нормально. То, что на Али тоже, конечно, можно по гарантии обменять. Я однажды обменивал SSD, пересылал его, но пересылка будет за ваш счет примерно, будет рублей 300-500 в зависимости от веса SSD. Вот, ну, и опять-таки, всякое может быть. То есть здесь удобнее, просто сдал в магазин и все. Так, вот, ну, в принципе, 8 гигов смысла даже нет показывать. Уже здесь видим то, что скорость намного ниже. Сейчас еще покажу гиговую вариантик. Вот это вот примерно, как бы, результаты типичного китайца, скажем так, NBME-шного. Вот, все эти SSD, у них нет своего буфера, так же, как вот у Патриота, получается, у него нет отдельной микросхемы RAM. То есть RAM памяти, там, где примерно полгига гига ставить в зависимости от объема накопителя, чтобы там таблица трансляции и прочее, ангрессов держать в этой памяти. Вот, здесь, как у китайца, так и у Патриота, у них, получается, они, ну, RAM, у них нет этого буфера. За счет этого еще, ну, работа с 4К-блоками, более тормозная. Вот, если был бы отдельный микросхема, то, во-первых, он был бы дороже, сам SSD, вот, во-вторых, ну, работал бы он чуть быстрее. Здесь такой вот нюанс, что этого, получается, нету. Вот, здесь видим, температура вообще не растет, у этого SSD практически, то есть он, ну, намного холоднее, потому что здесь слабший контроллер и более свежий, видим, тут китайский контроллер стоит. Здесь вот температура тоже у нас остыла, но здесь у нас заниженная, видим, специально, чтобы просто пользователь, я так полагаю, либо какая-то просто здесь косяк какой-то, ну, интерпретация этих данных из прошивки, прошивкой аппаратных данных, получаемых с датчика, сенсор температура. Либо они специально сделали, потому что он может перегреваться, и что пользователь просто, ну, в красную зону, если сильно, конечно, долго очень долбать, он уйдет в красную зону, даже вот при, таком занижении температуру даже будет здесь ругаться этот Crystal Disk Convoy, это я уже пробовал, но это такие режимы, это нестандартные режимы, это очень высокой нагрузки режимы, там, какая-то активная база данных, если пишет там что-то, ну, то есть для типичного пользователя он не сможет его даже перегрузить, то есть некоторые ставят радиаторы, на SSD смысла здесь ставить радиатор нет, перегрузить его очень сложно, только если у вас там 6 видеокарт, там в корпусе, условно говоря, там, и как в теплице температура. Полностью показывать, это вот слел китаец, полностью показывать, это вот слел китаец, здесь получается вот SATA SSD Kingston A400, о котором я вам говорил, памяти здесь полно свободной, вот, но видим, что скорость здесь вообще ни о чем. Вот он сейчас на него записывается, ну, вот скорость записи, сейчас, правда, 4К уже пошло, Ну, то есть это у него примерно там, давайте сейчас еще раз линейное чтение сделаем отдельно, линейное чтение, линейная запись в несколько блоков, то есть здесь максимальная будет скорость, возможно, он работает на SATA 2 у меня конкретно порту, вот. Железо достаточно, ну, свежий здесь, Xeon E5 стоит, просто здесь контроллер SATA 3.0, только один порт распаян на этой плате, вот. То есть здесь упирается больше не в порт, а сам SSD уже тормозит, порт еще может полно дать возможности. Вон, видим, скорость записи скачет. Просаживает 37 мегабайт. Вот, то есть по всем направлениям, патриотовский SSD P300, он намного лучше, стоит примерно столько же, скорость намного лучше у него получается. Так, сейчас я покажу, как у меня он установлен. Вот у меня переходничок, вокнутый в PCI-Express X16, переходник 4X, как видим, 4 линии. Там вот SSD, его здесь не видно, под ним USB-контроллер. Ну, короче, вот он здесь находится, на этой текстолитовой планочке, то есть на этом переходничке. И успешно, получается, работает. Вот, то есть, как бы он на SATA 2 порту работает, чтобы вам показать сравнение. Ну, у него здесь кэша мало, 4 гига, по-моему, там всего кэш. Слсишный, судя по всему, точнее. Сейчас 8 гигов, я запустил только линейное чтение и запись. Сейчас увидим, как кэш закончится. Ну, вот пока что он пишет тестовый файл туда, 230, скорость. О, все, скорость просела, видите? Скачет до 36, он проседает. Вот, то есть, как бы он на SATA 2 порту работает, но по чтению примерно порт дает ему все, ну, примерно раскрывает его возможности. Он не больше 300 мегабайт примерно вытянет на чтение, на запись там вообще с запасом. Вот, то есть, потолок этого SSD, он, ну, потолок, это как раз у него SATA 2 порт. В SATA 3 даже нет смысла его втыкать. Но у меня просто нет физически, у меня только один SATA порт на материнке. Вот, и поэтому я использую SATA 2, и в этом SSD этого порта SATA 2 вообще за глаза. При этом Kingston не регламентирует, получается, ни скорость чтения, ни скорость записи, ни возможный объем записи. И в смарте мы видим этих данных тоже нет. Причем у многих китайцев даже с Алиэкспресс эти данные есть в смарте, и скорости либо такие же, либо зачастую даже выше. То есть, это, ну, очень бюджетный SSD, и смысла его покупать нет. Он как флешка буквально по скорости, чуть быстрее, да, в два раза быстрее, чем флешка обычная. Вот, ну, естественно, с NVMe P300 даже сравнивать его не стоит. Ну, в принципе, даже сейчас здесь нет смысла смотреть дальше. Видим то, что здесь все уперлось в полтинник. Ладно, останавливаем. Теперь сейчас будем проведем тест. Получается, с диска C. Так, у меня здесь на рабочем столе. Так, вот эта папочка. Там у нас в основном видеофайл, да, не в основном, а точно все видеофайлы. То есть, это линейная сейчас запись у нас будет, мелких файлов не будет, и мы узнаем реальную скорость. Ну, вот здесь все упирается в SATA 3, в самсунговской SSD. Потом я еще с китайцей попробую с NVMe, просто я не помню, есть ли у меня там большие липфайлы. Должны быть. Здесь 11 гигов. Сейчас посмотрим, как быстро буфер у нас закончится. Еще раз копируем. Так. Надо папку создать просто новую. Пока еще не успеет он. Так, ну это он уже этот, частично из оператива подтянул. Ну вот сейчас это уже винда сейчас читается, получается, с оперативной памяти у нас. Потому что он закэшировал то, что мы читали в оператив. В оперативе здесь у меня больше 30 гигов, поэтому... Это сейчас уже вот реальная скорость записи на сам SSD-шник. Вот, видим. 250, вот она упала сейчас. То есть 20 гигов я исписал, здесь буфер около 16. И вот скорость начала падать. Но все равно она держится достаточно достойно. Видим, что никаких полтинников здесь нету. То есть здесь 200 мегабайт. Самое малое. Около 200. Сейчас еще одну загоним. Партию. Ну здесь еще память кончается. Так, ну в принципе там 100 гигов с лишним было свободно. Так, вот это я думаю уже последний будет. Смысла дальше нет. Она дальше не будет уже проседать. Сейчас и так уже буфер кончился. Здесь дальше только будет память, когда кончатся. Но уже сейчас заполняемость явно процентов 70. То есть результат очень хороший. 200 мегабайт он тянет. Получается. То есть смысл даже сейчас показывать с другого NME нет. Потому что увидели, что там было больше гигабайта. Скорость на записи. Это когда уже было из оперативки читалось. Из закэшированной области памяти. То есть очень достойный результат для патриота П-300.